Помощь новосибирцев сегодня ждет двухлетняя Мирослава. У малышки детский церебральный паралич. В московской клинике готовы заняться проблемами девочки, но лечение стоит более 200 тысяч рублей. В семье такую сумму самостоятельно не собрать. А это Миро кто? Киса? Как киса делает? Мяу. Мяу, правильно. А это? Кау. Коза. Как коза делает? Мяу. Долгожданная дочь Мирослава. Три года назад Ольга с мужем задумывались об усыновлении, когда узнали, наконец-то станут родителями. На 30-й неделе беременности врачи перестали слышать сердцебиение малышки. Провели экстренное кесарево сечение. Проблемы с сердцем, врожденная пневмония, месяц девочка с мамой провели в больнице. Несмотря на все эти диагнозы, нас выписали именно как здорового ребенка и сказали, все это от недоношенности и как таковых глобальных проблем у вас в этом. Девочка отставала в развитии. Врачи успокаивали. Ребенок догонит сверстников. Когда дочери исполнился год и она все еще не ходила, Ольга решила проконсультироваться со специалистами из областной больницы. Вердикт медиков – детский церебральный паралич шокировал молодых родителей. Мы отрицали этот диагноз. Мы не хотели его. Мы этого очень боялись. Скрывали от всех своих родственников друзей, что у нас особый ребенок. Но как бы шилы в мешке не утаишь. И где-то там, где-то что-то. И все равно ребенку два года, а она до сих пор только на коляске. Либо только на руках. Ну и все начали догадываться. Мирослава с мамой побывали во всех реабилитационных центрах Новосибирска. Ездили в столицу. Выписывались из одного. Через неделю уже занимались в другом. Усилия оказались не напрасными. Зимой Мирослава сделала первый шаг. В московском аэропорту, когда семья возвращалась, с очередной реабилитацией. Мы сидели в комнате ожидания. И она просто встала и пошла. Без каких-либо вообще предпосылок. И она ходила без остановки более 40 минут. Мирослава будто наверстывает упущенное. Правда, ножки плохо слушаются. Часто падает, не может ходить по ступенькам. Но ходит много. А вот разговаривать в свои два с половиной года малышка не может. Справиться с проблемами, говорит Ольга, можно только реабилитацией. В московской клинике готовы помочь. Но лечение стоит более 200 тысяч рублей. Папа работает, но собрать нужную сумму трудно. За помощью обратились в Росфонд. Помочь Мирославе можно, отправив СМС со словом «Дети» на короткий номер 5542. Количество сообщений не ограничено. Одно стоит 75 рублей. Владельцы смартфонов могут перейти пожертвования, сканировав QR-код с ваших экранов. Другие способы помощи на сайте Росфонда. Ирина Якубова, Евгений Живаев, Вести Новосибирск.